доброго времени суток всем вот после работы я решил заехать в магазин это монетка крупный в общем-то ритейлер и сейчас мы с вами пойдем в этот магазин давайте я закрою машину это будет я надеюсь снято одним видео одним большим файлом пройдем всю процедуру закрываем окно камера у нас пишет глушим машину берем с собой денежку и пойдем у нас прекрасный апрельский день весна на среднем урале голубое небо тепло закрыл машину и мы идем с секретной миссией в магазин монетка так вот он выглядит не знаю можно тут нельзя снимать ну вроде камера маленькая не должно ничего видно я в этом магазине бываю часто заезжаю после работы покупаю тут всякие вкусняшки сладости еду хлеб колбасу молоко хлеб идем сладости дочки может быть купить ну ладно не будем отвлекаться идем к полке обычный магазин ритейлер крупный монетка на урале он за очень известен алкогольные напитки они нас не интересуют и подходим к полке с различного рода специями вот то что нас интересует обычный магазин монетка и здесь она пользуется популярностью обратите внимание этот ценник 19 рублей и я буду эгоистом 1 2 3 4 5 пакетиков куркумы каждый пакетик 19 рублей куркума золотая берем 20 грамм такого пакетика в таком пакетике порядка наверное десятка может быть два десятка небольших чайных ложечек куркумы берем все все пять пакетиков все что есть она вообще обычно бывает всегда но вдруг что-то проблемы с доставкой мы идем через магазин мы идем покупать куркуму обычный магазин можно можно это приобрести на очередь большая можно это приобрести на рынке у лиц восточной национальности можно и в обычном магазине вы стоите да вы стоите да как и у меня это шкаф шкаф На руках держу 5 пакетиков куркумы. Иди сюда, иди показывай, что ты взял. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. А можно их в пакетик убрать в обычный, ну такой, пластиковый. Спасибо. Прошу вас. Можно без сдачи. Да, обязан все почистить. Обязан дать сдачу, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Собственно, вот такой поход в магазин. Выходим из магазина. Продавец очень пристально на меня посмотрел. Ну ничего, хороший молодой парень. Понял, что я снимаю на экшн-камеру. Прошу меня простить. Я даже этот не буду обрезать, вырезать этот момент, что я так долго в очереди простоял. Это не важно. Важно то, что я зашел вот, собственно, в самый обычный. Моя машинка красавица, не мытая с зимы еще два раза мыл, все равно, по-моему, чище не стало. Рено Дастер, моя любовь. Вот это обычный ритейлер. Магазин Монетка. И результат моего. Сейчас сядем в машину и посмотрим по чеку еще. Результат. Голубое. Уральское небо. Среднего Урала. И вот мой поход в магазин. Пять пакетиков куркумы золотой. Садимся в машину. Пять пакетиков куркумы золотой. Поставлю камеру сюда пока. Действительно сегодня жарко. Завтра обещают резкое похолодание. Сегодня, я не знаю, градусов Т-14, наверное, 13 точно есть. Тепло, хорошо. Давайте вот так камеру поставлю. Чтоб куда-то вам она смотрела. Я должен вам сказать, что, наверное, все видео, как и предыдущее, на компьютере, я всегда снимал отдельным, одним файлом, без какой-то особой подготовки и так далее. И это видео, живые видео. Я тоже буду снимать без какой-либо подготовки. Сейчас я поеду по делам. Снова покажу вам обычный магазин ритейлер, магазин Монетка. Тут еще Невьянская пивоварня и Кулинария Обжорка. Офигительно вкусные здесь делают шанишки, пирожки пекут. Причем нетривиальные такие, не просто какой-то там чебурек с мясом, да? А именно хорошая, хорошая выпечка. Наш местный ритейлер. Кулинария Обжорка. Ну, это все в одном здании. Монетка. Итак, перейдем к куркуме. Она у меня в пакетике. Пять пакетиков я купил. Забрал буквально все, которые были. И вот сейчас вам покажу их. То есть вот такой пакетик. И достаю один из этих пакетиков. Пакетик называется Куркума. Приправоч. Я думаю, что такая вот приправоча она по всей России сейчас. Куркума золотая. Пять пакетиков. Куркума золотая молотая. 20 грамм. 100% натуральный продукт. В чем я не очень уверен. Можно попробовать купить такой продукт на рынке. Как я уже сказал у лиц восточной национальности. Что здесь у нас пишут? Значит Казахстан. Турция. Срок годности 24 месяца. Используйте для плова, курицы, баранины. Я не особый оператор. Какой-то опытный. Задача показать все это дело. Бульон. Соус. Омлетов. В общем можно использовать. И очень вкусно использовать ее реально. То есть вот готовить, если допустим плов. Добавляешь туда ложечку куркумы. Он становится такой желтоватый. Чек улетел у меня. Ну вы видели ценник. 19 рублей стоит один такой пакетик. И вот это господа. Это вероятность того, что людям эта куркума помогает. Хочется мне еще поговорить. Я как вы знаете. Человек разговорчивый. Вот так сделаем. Поп-поп. Это герой нашего обзора. Мой первый опыт живого видео. Специально куплена экшн-камера Sony FDR3000. Качество горят в одной из лучших по оценкам. И это герой нашего обзора. Молотую куркуму. Принимая ее по один раз в день на пустой желудок. Утром прямо перед тема проснулись. И наливаете себе там чай, кофе, молоко. Что угодно вы там что пьете. Не важно. Перед этим берете ложечку куркумы. Одну ложечку. Чайную ложечку куркумы. И соответственно разбавляете ее, размешиваете в стакане холодной воды. Можно чуть меньше, можно чуть больше. Она безвкусная, непротивная. Оп, она упала у меня. Сдувает у меня куркуму эту. У меня уже дотянулся до чека. Куркума. Чек. Наверное вам не будет видно. Но вот я вижу. 99 рублей я отдал за 5 пакетиков. По 19 рублей за 1 пакетик. Вот он. 99 рублей. Не знаю видно вам, не видно. Одним словом это жизнь. Я знаю нескольких людей, которым куркума помогла избавиться от раковых клеток. Она убила это новообразование. И соответственно дала возможность людям еще жить, радоваться жизнью. И это правда. Я уже говорил в своем видео, что я знаю эту правду. И вам о ней рассказываю. Чайная ложечка натощак. Каждый день. Тут я не знаю. Наверное ложечек 15 может быть в этом пакетике. А я купил их соответственно 5 пакетиков. Отдам супруге. Пускай. Значит добавляет мне ее в плов. Она вкусная. То есть она добавляет какой-то, я не знаю, какой-то непередаваемый вкус. То есть плов становится немножко другим. Вкус его меняется. В еду очень полезно. Любые там воспалительные. Кстати да. Не только рак. Как бы рак это вот собственно. Да. А любые воспалительные процессы она очень мощный. Антиоксидант. Куркума. Антиоксидант. Запомните. И она допустим даже после каких-то перенесенных заболеваний ее можно принимать. То есть это может быть заживление каких-то ран. Восстановление после полостных операций. Любых в общем-то инвазивных, неинвазивных способов. Значит можно ее использовать как антиоксидант. Она убивает всякую грязь, пакость в вашем организме. Добавляйте ее в плов. И я не торгую куркумой. Далеко не так. Я только говорю о том, что знаю в отношении куркумы и раковых больных. Вот такой вот интересный поход в магазин. На мой взгляд пускай не очень качественный, не профессиональный. Записанный на экшн-камеру. тем не менее это очень важно прежде всего для вас уважаемые видеослушатели моего канала. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok